Ученики 10 класса на факультативе после уроков. Информатика, подготовка к ЕГЭ. Старшеклассники Муравьихинской средней школы в поселке Суроватиха выполняют практическое задание, пишут программу. Получается неплохо, а в этом классе учатся талантливые ребята. Например, Максим неоднократно участвовал и занимал призовые места в районных и школьных олимпиадах по информатике и в Айтихо-Катоне. Недавно мы участвовали в конкурсе Айтихо-Катон, в котором мы разработали своего чат-бота по вызову скорой помощи и также врача на дом. Мы заняли 5-6 место в этом конкурсе. У нас достаточно хороший класс, новое оборудование. Приятно заниматься здесь, очень много возможностей. От оснащения такого класса в восторге учителя, которые здесь работают. Все инструменты для доступного и понятного объяснения материала им в помощь. Можно подключаться к стационарному компьютеру или ноутбуку. Также есть подключение к интернету, благодаря которому можно найти любой справочный материал, не имея вообще ничего под рукой. С обычной любой сенсорной доской, которые были раньше поставлены, даже не сравнится. То есть у нее даже не хочется возвращаться к чему-либо другому. В классе цифровой образовательной среды теперь готовят к ЕГЭ не только по информатике, но и по другим предметам. Очень полюбились эти кабинеты начальной школы, поскольку у них еще информатики нет. Здесь идет подготовка к государственной итоговой аттестации, к различным конкурсам. Дети очень активно используют. Очень правильно, что такие классы появляются именно в сельских школах. Наши дети будут жить, и эти дети уже будут жить в совершенно других условиях. И все, что они будут делать, компьютерные технологии, IT-технологии, цифровые технологии, это будет в залог их успеха, потому что эти технологии дают неограниченные возможности человеку. В среднем эта школа в Суроватихе выпускает каждый год по 15-11 классников. Не так много, но здесь важнее качество. Тестовые испытания показали, что ребята хорошо готовы к ЕГЭ и к учебе в вузах. Юлия Калинина, Николай Прохоров. Время новостей.